Сирах, глава 43. Сирах, глава 43. Красота неба, слава звезд, блестящее украшение, владыка на высотах. По слову святого звезды стоят по чину и не устают на страже своей. Взгляни на радугу и прославь сотворившего ее. Прекрасна она в сиянии своем. Велищественным кругом своим она обнимает небо. Руки Всевышнего распростерли ее. По велениям его скоро сыплется снег и быстро сверкают молнии суда его. Отверзается сокровищница и вылетает из них облака, как птицы. Могущественным своим он укрепляет облака и разбиваются камни града. От взора его потрясаются горы и по изволению его веет южный ветер. Голос грома его приводит в трепет землю и северная буря и вихрь. Он сыплет снег, подобно летящим вниз крылатым, и не спадение его, как опускающаяся саранча. Красоте белизны его удивляется глаз, и не спадение его изумляется сердце. И как соль рассыпает он по земле иний, который замерзает, делается остроконечным. Подует северный холодный ветер, и из воды делается лед. Он растилается на всякое вместилище вод, и вода облекается, как бы в латы. Поедает горы и пожигает пустыню, и как огонь опаляет траву. Но скорым исцелением всему служит туман. Появляющаяся роса прохлаждает от зноя. По велениям своим Господь укращает бездну и насаждает на ней острова. Плавающий по морю рассказывает об опасностях на нем, и мы дивимся тому, что слышим ушами нашими. Ибо там необычайные и чудные дела, разнообразие всяких животных, роды чудовищ. Через него все успешно достигают своего назначения, и все держится словом его. Многое можем мы сказать, и однако же не постигнем его и конец слов. Он есть все. Где возьмем силу, чтобы прославить его? Ибо он превыше всех своих дел. Страшен Господь и весьма велик, и дивным могущество его. Прославляя Господа, превозносите его, сколько можете, но и затем он будет превосходнее. И величие его прибавьте силы, но не трудитесь, ибо не постигнете. Кто видел его и объяснит, и кто прославит его, как он есть. Много сокрыто, что гораздо больше всего, ибо мы видим малую часть дел его. Все сотворил Господь и благочестивым даровал мудрость.